ПЕСНЯ ПЕСНЯ Репин запечатлел реальное событие. Царь убивает своего сына. Купивший полотно коллекционер Павел Третьяков должен был по распоряжению государя держать картину в закрытом хранении. Только в 1913 году репинский шедевр стал доступен для всеобщего обозрения. ПЕСНЯ Репин известен и как замечательный портретист. Среди позировавших художнику – его родные, крестьяне из Чугуева, писатель Лев Толстой, актриса Стрепетова, композитор Мусоргский. В 56 лет Илья Ефимович познакомился с женщиной, которая стала его близким другом и второй женой. Наталья Борисовна Нордман-Северова помогала ему в работе над картинами, а он писал ее портреты. В Куоккале в двух часах езды от Петербурга она купила имение Пенаты. Здесь художник творил, а по средам принимал гостей. После 1917 года Куоккала, где находилось имение Репиных, отошла Финляндии, и художник оказался эмигрантом по неволе. Вернуться в Россию ему не давал страх перед коммунистами. В Пенатах он и скончался 29 сентября 1930 года. О его картинах Лев Толстой говорил, мастерство такое, что не видать мастерства.